Третья книга Моисея, Левит, глава третья Покропят кровью на жертвенник со всех сторон, и принесет он из мирной жертвы в жертву Господу туг, покрывающий внутренности, и весь туг, который на внутренностях, и обе почки, и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. И если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее пред скиньею собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу туг ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и туг, покрывающий внутренности, и весь туг, который на внутренностях, и обе почки, и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа, и возложит руку свою на голову ее, и заколет ее пред скиньею собрания, и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон. И принесет из нее приношение в жертву Господу туг, покрывающий внутренности, и весь туг, который на внутренностях, и обе почки, и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь туг Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Продолжение следует...